Добрый день! 17 лекция курса JavaCore, набор апрель 2013-го. И последняя лекция модуля на поточной Java. Она обычно называется срайд или срайд. Сегодня наша тема это номер один. Проблема остановки потока. И второе. Бегло пройдемся по... То есть еще раз делаем обзор всего, что было. И переберем кое-какие методы из тех, что есть у потока, но мы их не использовали. Например, ел. Например, такой метод и сет демон, например. Что начинают потоки демона и прочее. Итак, проблема остановок потока. В чем заключается? В чем сама проблематика? Живет наш поток. Потом... Ну, будем считать, что у нас такая система. То есть это обычно называется шаблон мастер. Не знаю, как на русском будет правильно. Мастер-воркер. Ну, то есть начальник, подчиненные, не знаю, прораб рабочие. Ну, и идея в том, что у нас есть один поток, который координирует действие, но сам, в общем-то, не работает. Есть случаи других потоков, которые работают, получают задание и отчитываются главным потоком. В общем-то, вот главный поток, например, который рендерит окно браузера, отвечает за нажатие кнопок мыши. И вдруг ему поступила какая-то задача. Вы зашли на новую страницу, он быстро отрендерил окно, новое открыл, написал заголовок сайта, а потом, собственно, скачал страницу, отрендерил, и оказывается, что со страницы надо закачать 100 картинок. Но он не начинает их качать сам, а он стартует 100 потоков, каждый из которых начинает качать картинок отдельно. Да, многопоточное программирование применяется не только. Это, в принципе, скажем, такой стиль программирования, он преследует множество целей. Я когда давал введение, я говорил, что одна из первичных целей, только одна из целей, это то, что по-другому, в общем-то, невозможно загрузить в многоядерный процессор. Многоядерный процессор, это по факту множество независимых процессоров. Если мы хотим загрузить его на 100%, то нам необходимо запускать, чтобы количество потока было, в общем-то, не меньше, чем количество ядер. Да, и сводникает рациональный вопрос, зачем загружать процессор на 100%. Вообще говоря, это не обязательно. Если у вас простая программа, которая получает какое-то простое данное, программа-калькулятор, человек пишет в консоли 1 умножить на 18, равно, получает ответ. То есть да, эта программа выглядит вот так. Заруска единственного процессора. Ничего не происходит, вы нажали Enter, она рассчитала, вториндерированная экрана, и опять ждет от вас года. Соответственно, вот эта фаза, которая длится 1 микросекунду, на миллионной секунды, ну ее можно распараллелить, но зачем? То есть это вполне нормальная допоточная программа. В таком случае не наэксплуатирует многовядерность. Вопрос в другом, для чего вы, для того, чтобы ревизовать калькулятор, который стоит 1 доллар, используете компьютер, который стоит 1000 долларов, который там 8 ядер. Но распараллеливать необходимо, ну такая возникает необходимость, когда программа работает так. Вот она как-то работает, это допустим 100%, да, как-то она справляется, справляется, а потом хуабысь получила работу, и на 5 секунд загрузилась на 100%. Вы работаете с анимационным роликом, и вдруг применили какой-то эдакий эффект, и на 5 секунд, значит, вы сидите, ждете, пока оно обсчитается. Тогда, естественно, возникает желание, чтобы у вас загрузилось на 100% не 5 секунд одно ядро, а допустим 1.25 секунды 4 ядра. Если человек сидит, ждет перед монитором, то надо уменьшить суммарное время. Причина номер один, это в некоторых случаях необходимость на 100% загрузить все ядра. Такая необходимость изликает не всегда. Причина номер два, из-за которой может быть много потоков, это блокирующие вызовы. То есть в ряде случаев, смотрите, вот наша простыня кода, какой-то метод у нас. И в любом случае мы выполняем в джаре строки сверху вниз. Ну, например, когда искель, мы их не выполняем. Когда искель, у нас целое выражение, это есть как бы одна штука. В джаре, в общем-то, каждая строчка, это отдельная инструкция, мы ее выполняем и сверху вниз. Вот мы идем, выполняем, тут остановились, подождали, пока прочитали файл. Идем дальше, остановились, подождали, пока сходили в интернет. Идем дальше, подождали, пока, не знаю, цикл какой-то крутили. Идем дальше, попали в метод wait, и ждем, пока кто-то сделает на defy, на defy all. Тогда мы идем дальше. И здесь проблема в том, что если мы пишем совсем простой код, да, у нас цикл for, в котором мы миллиард раз считаем миллиард семьсот, то в таком случае, простая выполняется сверху вниз, загрузка процессора, ну, там, сто процентов, рельза какая она будет, сто процентов не будет, потому что происходит ряд операций, которые не загружают число дробилку, ну, процентов пятьдесят, семьдесят, восемьдесят будет запуском процессора. Но в некоторых случаях мы, это если бы не было блокирующих операций, а вот возникают у нас блокирующие операции. Это операции, фактически, которые выполняет мой поток, когда выполняет сверху вниз, причем он как бы на строчке останавливается, и честно выполняет. Но когда он останавливается, процессор не работает. То есть возникают вот такие дыры. Хлоп, раз, пошел, работаю. Опять попал на блокирующую операцию. Флоп, опять восстанавливается. Ну, яркий пример. Мы делаем new file input stream. И в этот момент, то есть поскольку мы знаем, что new file input stream, когда даешь ему имя, то конструктор может кинуть файл на файл дексафшн, потому что такого файла нет. Это означает, что в конструкторе new file input stream мы обращаемся к операционной системе, которая выясняет все-таки такой файл. Единственное, что операционная система может это выяснять, не заоружая процессор на 100%. Допустим, описание файловой системы лежит на вечестере, и операционная система дает приказ вечестеру покрутиться, он найдет то место, где описана файловая система. Получается, что сейчас вечестер крутится, процессор, который висит на вечестере, наверное, работает, а процессор, который наш, официальный там. В стоянном компьютере много процессоров. Центральный процессор не работает. Он, собственно, сидит, ждет, пока процессор, который на вечестере, начнет присылать там. Дело встает еще, там задержки порядка 10-20 миллисекунд. Ну, скажем, 3-20 миллисекунд. Пока мы ждем, пока ответит вечестер, скажем. Ну, может быть, больше 3-7 миллисекунд. Дело не в этом. Если постоянно обращаемся к вечестеру, например, 100 раз в секунду, то получается в каждой секунде 300-700 миллисекунд мы ждем вечестера. Все еще хуже становится, точнее, все еще более выкупло, когда начинаем работать с интернетом. В интернете зачастую любого вращения к интернету это минимум 100-200 миллисекунд. Потому что часто сайт расположен, ну, как минимум не в нашем городе, он может быть распределен, но в любом случае какие-то московские, европейские или европейские или американские сервера и мы просто ждем, пока сигнал идет через океан. В таком случае наша работа просто постоянно содержит такие дыры, когда, собственно, центральный процессор ждет ответа с процессора сетевой карты, которая послала куда-то DCP пакет и просто сидит и ждет, пока с той стороны ответа. И в таком случае получается, если мы хотим программировать в синхронном стиле, в синхронном стиле это когда я вот вызвал метод и жду, пока он ответит. В таком случае я могу написать, допустим, байт, там, и мы г, равно, там, на лот, да, кем у нее работа. И я на этой строчке остановился и пока этот метод не выполнится, я дальше не пойду. Зато, с точки зрения программист, он смотрит на простыню и вот эта штука только выполнится, у него тут будут байты изображения. В принципе, можно программировать в стиле асинхронно. Если метод дамлот, например, возвращает в ойд, и когда он закачает картинку, он сохранит ее куда-то, то в таком случае можно программировать асинхронно. Я вызвал метод дамлот, он меня не заблокировал, я пошел дальше работать. А там кто-то качает мне картинку. А на проблема, как теперь узнать, что картинка закачана? Мне придется ходить, спрашивать, закачанная или нет. Поэтому программистам очень удобно работать в синхронном стиле. Я вызвал, пока не выполнился, я стою и жду. Хотя при этом я не загружаю процессор. В таком случае возникают автоматические гры. И нам желательно запустить много потоков, потому что когда картинка становится вот такой, например, то первое, наш процессор простаивает. Второе, поскольку мы выполняли простые уходы и заблокировались, то мы больше ничего не делаем. Типично у браузера, он на экране реагирует, мышью мы шевелим, все тут происходит. Анимация крутится, флеш крутится, баннеры всплывают, все классно. И при этом мы еще и ждем, пока из интернета придет 100 запросов на картинке. Это делается как? Собственно, каждый раз, когда возникает возможность, что некоторый вызов блокирующий, его вызывают в отдельном потоке. Потом возникает проблема взаимодействия этих двух потоков. То есть идет мой главный поток. И вдруг надо считать какую-то картинку из интернета закачать. О, мы можем из интернета сжать картинку 100 миллисекунд, а можно и 5 минут. 5 минут, или, допустим, 5 секунд. Это означает, что стартуется отдельный поток, и он вызывает метод Донова. И вот этот поток виснет. А наш поток продолжает работать. Я шерюлю мышью, она двигается, анимация всплывает. Возникает еще когда необходимость, еще картинку закачать. Стартуется еще один поток. То есть получается, все блокирующие операции отдаются отдельным потокам. И да, вот этот поток остановился. Но мой поток пошел работать дальше. Поэтому, что-то однопоточное программирование использовалось и до массовой популярности многоярерной системы. Блокирующие вызовы были всегда. Это интернет, это файловая система, это просто тяжелое вычисление. И если мы хотим, чтобы наше приложение оставалось интерактивным, то есть какие бы мы ему не дали приказы, ну вот, мы еще шевелим, оно шевелится, да, вот оно живое. Это потому, что приказ, который мы отдали, выполняется в отдельном потоке, который, возможно, как бы повис. А есть второй поток, который ожидает наших приказов, и вот на экране шевелит ручей. Если программисты где-то не справляются, то возникает вот это самое подвисающее пол. Когда вы что-то нажали, и программа в дом заморозилась на 5 секунд. Мышь не двигается, все, ничего не шевелится, анимация не крутится, вы нажимаете на кнопки и они не срабатывают. Потому что фактически удалось в какую-то блокирующую операцию погрузить, собственно, поток, который рендерил окно. Мы смотрели, как стартовать потоки, мы смотрели, как ожидать окончания этих потоков. Ну, типично, если смотреть само Java Core, вообще, я люблю эти Java Kill Concurrent, там много разных классов для работы с наопоточностью. Но мы не проходим, мы проходим только то, что прямо в Java Long Object и Java Long Stray есть. Фактически, единственный способ это вызвать метод Joint. Он тоже блокирующий, потому что мы, собственно говоря, блокируемся, мы ничего не делаем, мы просто ждем, пока этот поток закончится. И когда он заканчивается, нас отпускает, и мы идем дальше. И тут еще одну проблему рассмотрим, которая относится достаточно философский характер. Это, собственно, что делать, если я из главного потока решил те потоки прибить. Есть вообще общая проблема, как мне с ними взаимодействовать. Но она более сложная, это отдельно, если пару лекций было. Например, у меня появляются данные, которые могут тому потоку помочь. Я хочу им их передать. Или наоборот, у потока возникают данные, которые он хочет переслать мне. Я поставил такую большую задачу, он первую часть сделал, и он хочет передать данные. Получается, он должен не джойниться к нему, ждать, пока он выполнит все, а как бы при джойниться к его первому результату. Дождаться его первого результата. Но мы рассмотрим более простую проблему, более слабую. Что делать, если я просто решил их убить досрочно? Когда это возникает? Пользователь набрал герал сайта, сайт начал рендериться, он увидел какой-то текст, рендерер главный HTML-ин увидел, что куча имиджей, создал 20 потоков, они сделали 20 запросов на интернет, ждут 20 изображений. Пользователь начал читать тексты, понимаешь, что это не тот сайт, он ждет escape, ему не нужно доделать всю работу. Он что-то увидел, принял решение, что ему это не надо, ждет escape, или закрывает окно. Но браузер-то живой, у него окон много, то есть формально мы чеком можем окно закрыть, но у нас фактически есть 21 поток, один, который рендерил окно, мы его можем предить, но у нас есть 20 потоков, которые сделали запросы, ждут ответы из интернет, вот картина. Поэтому наша задача каким-то образом остановить эти потоки, убить, прекратить их выполнение. Тут возникает очень серьезный момент. Эти потоки работают не просто так. Мы им дали задание, которое, видимо, влияет как-то на нашу бизнес-логику. Мы их попросили сделать часть нашей работы. И теперь хитрость в том, что мы, находясь в своем отдельном потоке, в общем-то, не знаем, чем конкретно они там сейчас заняты. Ну, джави-то выглядит как. Я стартовал какой-то поток, его дал runable, там есть метод run. Я могу знать, что в методе run, но я не знаю, в каком месте сейчас выполняется. Какие строчки. В таком случае, я могу два варианта. Первое, взять и взять его как-то мгновенно убить. Мне интересуется, чем он сейчас занят. Ну, скажем, если этот поток закачивает мне картинку, а пользователь решил окно браузера не смотреть и жмет escape, мне, собственно, я все равно, например, начал тот поток качать картинку или нет. Может, он половину картинки закачал, а вторую нет. Может, он всю картинку закачал и собирается отдать мне. Мне не интересен вообще результат. Я хочу, чтобы он весь исчез. Но возникает вторая сложность. Если в бизнесе, ну, в программировании с точки зрения бизнеса можно выделить такое понятие, как транзакция. Это весьма общее слово, которое применимо как в психологии, так и в финансовом деле, так и в программировании, база даты. Оно, в общем-то, обозначает много чего. Но у нас будет сегодня интересно следующее. Это некоторый кусок работы, который должен быть выполнен или целиком, или не выполнен вообще. Ну, примеры транзакции, которые я организовываю вручную, мы видели по лабораторкам по исключениям. Это метод копии, который получает имя одного файла, имя второго файла и должен данные отсюда скопировать сюда. Если все хорошо, то метод вообще не означает в горе. Если скопировать не удалось, мы там во многих местах можем получить EO-Exception, то я ожидаю, что, во-первых, по контракту, если копирование не удалось, я ожидаю, что назад выскочит какой-то там, допустим, EO-Exception. Или же специальный мой копии not executed exception. Я могу ввести свой exception специально, чтобы говорить о том, что копия сломалась. но при этом я ожидаю, что не получится ситуация, что я копировал отсюда сюда и этот файл создался и там половина данных. Система как бы не консистентна. Я говорю, подождите, если пользователь на экране нажал кнопку, то либо копия файла создалась, резервная копия, либо на экране выскочила окно, извините, копию создать не удалось, нажмите еще раз. Но при этом мы ожидаем, что резервная копия не создалась. Идея, что в нужном месте, с правильным именем, возник правильный файл, в котором только половина данных никого не устраивает. То есть получается, у нас как бы на уровне бизнес-логики какой-то, то есть чего-то, что конкретно программическому нажалию, вообще-то все равно. То есть эта задача порождает. Бизнес-аналитики, там не знаю кто. Логика задачи. Такая, что файл надо удалить. Или если мы копируем и нас решили остановить, то нельзя просто прекратить выполнение. Потому что если метод копии, если у нас есть из этого потока метод мгновенно упить этот поток, то возможно много ситуаций. Первое. Мы копировали данные и умерли. То есть во-первых, отсюда сюда скопировали половину данных только. Это раз. Второе. Если мы мгновенно умерли, мы уинпут стримая, уинпут стримая и вызвали метод close. Допустим, у нас есть метод убить поток вообще мгновенно. Он даже в файл на ресепс не преподает. В таком случае наша система, то есть то, над чем работал этот поток, приходит в неконсистентное состояние, несовластованное, разломанное. Это, скажем так, часто такие ситуации возникают в бизнес-программировании и с ними непрерывно борются. Ну, яркий пример. Вы пришли в бан, вы хотите получить ипотечный кредит. При этом там человек что-то набрал на машине, нажал кнопку, сидит и ждет. Да, система, в общем-то, это классический, то есть система при программировании, система делает вашу оценку. Она поднимает вашу кредитную историю, где вы когда брали какие-то кредиты. Берет ваши табличные данные, там, женаты, не женаты, где вы работаете, стажи работы, средняя зарплата и так далее. И она что-то обсчитывает, что-то может сохранять, записывать какие-то результаты. И в конце принимает решение, что вы относитесь к такой-то категории, вам маленький кредит могут дать на машину, а на квартиру не могут. Вы не женат, и заработок у вас прерывистый. То есть, вряд ли вы сможете действие подряд отдавать кредит. И если в этот момент систему прервать, она умудряется где-то сохранять свои прорезуточные результаты, просто свет выключил, или менеджер нажал escape, то нельзя, чтобы так вы все еще раз приходите в систему, говорите, я хочу попробовать повторно получить кредит. А вам говорят, знаете, мы не можем вообще ответить, наша система вас не принимает. Вы на системе есть, но по вам какие-то данные странные, вроде же, можно, нельзя. То есть, необходимо, чтобы система из одного состояния полностью перешла в другое. Она приняла решение и записала в базу данных, что вам такой-то кредит выдавать нельзя. Или решение, что можно выдавать. Если же по ходу она шла-шла, сохраняла что-то, базу данных, создавала файл, потом умерла, то фактически человек полностью заблокировал. Из жизни. Примеры, когда работа должна быть выполнена целиком. Да, вот тут просто мы пришли к, то есть, тут мы приходим к по бизнесу несогласованному состоянию. У нас вроде файл есть, но он негодный. И мы снаружи не можем узнать, что он негодный. Ну, выглядит как файл, файл, но байкер. И столько клиент, когда это ему распечатает, выйдет огрызок, он скажет, а тут второй страницы нет. Более интересный случай, когда, возможно, наш поток отдает приказы другому потоку, который может взаимодействовать с третьей системой, у которой есть очень четкий протокол. Как файловая система. файловая система вообще горячая ожидает, что если вы открывали файл input stream или файл input stream, или файл output stream, вывозите метод close. Иначе это как бы не гарантирует, что он будет с файлом. Отпустит она его, не отпустит, разрешит ли другим к ним присоединяться, разрешит ли его удалять. Можно оказываться, что у нас внешняя система придерживается очень четкого протокола, который фактически невозможно не завершить. Яркий пример. В жизни есть банкомат. Вставляешь карточку, что-то смотришь, он на экране белое, снимаешь деньги, смотришь, что станет счетом. Если после того, как завершил банкомату соулт-карточку, если вы в течение из каких-то секунд, я не помню, секунд 30, ее не забираете, банкомату проглатываете все, надо идти в главное отделение, уже и ваты получать. То есть у банкомата, да, вы бизнес программирование, да, смотрите, системы бывают обычно там customer to customer, business to customer, business to business. Customer to customer это то есть человек с человеком. Да, это, например, какой-то аукцион, где люди могут обмениваться вещами. Business to customer это когда вам кто-то продает что-то в розницу. Приходите на сайте и бизнес взаимодействует с конкретным потребителем, интернет-магазин. бизнес to business это когда интегрируют два бизнеса. Это сайт, а это авиационная компания. Это банк, это авиационная компания. Эти этим хотят давать, например, какие-то оказывают услуги, там, перевода денег, там, зарубеж. если вы пользуетесь услугами авиакомпании, вы там, на нее нажмете, что там, на андроиде, то этот банк выдаст мини-кредит на 100 евро. Турк, там, где-то подвиски. В таком случае получается, что наинтегрировать, в общем-то, как бы, два приложения. В таком случае вступают обычно очень жесткие правила. Если бизнес to customer, там еще на том конце человек не нужно выдавать это сообщение. Говорит, нажмите, пожалуйста, и скид. Вы уверены, что хотите сделать это. Если вы сейчас не заберете карточку из банкомата, вы ее проводите. Да, у нас человек, который, в принципе, принимает решение. Когда инвестируется бизнес с бизнесом, нигде момента принятия решения нет. Там очень формальные протоколы, как происходит для манистов. Так вот, представьте, что мы взаимодействуем под банкомат. Если вы засунули карточку, потом поработали, потом, в общем-то, вы должны нажать там, escape или как-то все это закончить, банкомат выплюнет карточку, наполовину, а потом вы должны ее забрать. Если вы случайно отвлеклись, банкомат продлатывает карточку, потому что он считает, что, ну, есть возможность, что ваша карточка достанется другому. Получается, как-то, не отвлекайтесь, работая с банкоматом. Аналогичная ситуация. Если мы интегрируемся с каким-то веб-сервисом банка, он вполне может требовать следующего. То есть, тут как сделан как сделана работа для интеграции бизнес-турбизнеса каждого банка. Но может быть следующее. Вы посылаете логин. Да, это тоже ваш сайт. То есть, это как бы программа, программа заказа билетов через интернет. Это ваш сайт заказа билетов, это сайт Укрзалезницы, это сайт Приватбанка. Вы ходите сюда, сообщаете, сколько денег снять. Это Укрзалезницы, что там, бронируйте, переводите деньги, сообщайте, обменивайтесь, а потом говорите, ок, я из вашего счета снял. Сто время мы купили билеты. И вот у сайта Приватбанка может быть очень четкий протокол. Вы должны сделать логин, передать корректные логины по словам. А потом, допустим, вы обязаны сделать, вызвать метод логаут. В течение там одной, десяти секунд. То есть, они работают как банкомат. Они говорят, вы логиньтесь, присылайте персональные данные, потом делаете, что хотите, а в конце вы должны отключиться. Если вы не отключитесь, то мы на своем конце будем считать, что у вас какие-то проблемы, сбои в клиенте. И мы на всякий случай заблокируем ваш счет. Ну, возможно, вы стали жертвой атаки словомышленников, ну, мало ли. То есть, как банкомат проглатывает карточку, потому что, возможно, карточка может попасть в другую. Так, в принципе, и чужой сайт, может, если вы не размагаутились, ну, странно, что программа зашла, сайт ходила-ходила, а потом раз не выполнила одной из действий. Они могут, например, блокировать пользователя. В таком случае, получается, если вы не выполните парное действие, то, в общем-то, как бы вся ваша система приходит к его длине. Ну, или для данного пользователя, раз его счет заблокировался. В очень многих случаях, когда происходит проинтеграция бизнес-то бизнес, то определяется очень четкий, формальный протокол взаимодействия двух программных систем. Если одна из систем не выполняет свою часть требований, то вторая система может даже принудительно блокировать полностью работу этой системы. Например, считая, что это написано криво, что ее перехватил злоумышленник. В таком случае, если мы не закончим протокол, мы можем вообще систему вывести из истории. И получается, что в таких случаях в общем-то, да, это как бы рождается огни на каждой задачей. В таких случаях мастер-поток, поток-исполнителя, поток-исполнителя, в общем-то, не может принудительно убить в произвольный момент грипп. Потому что, возможно, поток-исполнитель оставит какую-то нашу на двоих общую задачу. Или, возможно, с какой-то третьей системой. В таком состоянии, что я больше не смог к ней обратиться. Или это работа поломана. Обычно это возникает, как только тот поток делает что-то, кроме как хиппе. Он входит в файловую систему и пропишет файлы. Если он, наверное, превью, останется отрызок файлов. Он делает удаленные вызовы по интернету и какой-то протокол. Надо залогиниться, потом разлаговодится. Или что-нибудь такое. Он залогинился, то есть, он, то, что называется сайд-эффекты. Он не целиком создавал ее объекты и с ними что-то делает. Он еще начал проходить, оставлять, если его убивают, его следы остаются. Это приводит к следующему. Остающиеся следы приводят к тому, что перезапуск программы не помогает. Худшее, что может быть. Голубь перезапустили, он поднимается, отходит, а там огрызок файлов. Раз, он, лоп, не может. Пытается его прочитать, а там битый XML. Он хлоп-хлоп, битый XML. А вы не можете в Escape нажать, перегрузиться, не имеет смысла. В таком случае получается, что я, чтобы убить тот поток, как бы должен с ним договариваться. Ну, скажем так, анализировать, в какой фазе он находится и ловить тот момент, когда его можно умертвить, так не пойдет. При этом, получается, я должен знать свою работу, плюс узнать его работу. Поэтому работает так, что я, как бы, посылаю ему сообщение, что я, как твой начальник, считаю, что тебе надо прекратить работу. А он должен выбрать момент, когда он хочет это сделать и прекратить работу. И тут возникает такая вот выбор из двух зол. Если я убиваю его принудительно, то из минусов он может оставить работу в неконсистентном состоянии. Из плюсов он точно умрет. Если я придаю пожелание перестать работать, то из минусов он может его проигнорировать. Сейчас посмотрим. То есть очень легко. Он подвис, в цикле, например, вайлдкрук подвис и все. Ему некогда читать извещение. Из хорошего он не оставит работу в неконсистентном состоянии. Давайте посмотрим немножко примеров и перейдем. Да, здесь стоит читать. Вот есть такая мощная статья. Вот он так называется. Она вообще есть в каждой GDK. В какой-то там папке guides или что-то такое. Тут на вот путь. То есть у нас стоит GDK, то вот где-то в папке docs, guides, вот тут даже вот такая статья. Кроме того, она есть в интернете можно с того раз, выводите вот этот текст и вас выбрасывают на сайт. Вот. У класса thread есть методы stop, destroy, sas, counter, zoom. А вот это по другой причине. Вот. они deprecated. То есть в общем-то что означает deprecated? Физически это означает следующее. Да, у меня видите, DE рискует как stop перечеркнув. Вообще говоря, это означает, что если аннотация deprecated и метод ей обозначен. Это означает, что авторы этого API, ну, вы тоже в своем API можете использовать такой метод. Авторы этого API считают, что в будущем возможно... Так, сейчас, фонт ошибки убить. Да, первое. Я нажал counter-shift 9, я только скомпилировал, не запустил. И вот у меня есть орден компилятора. То есть у компилятора бывают ошибки, это в большинстве это полупрограммирование, когда он отказывается компилировать программу. Вы явно нарушили что-то? Ну, то есть там, что-то серьезное, то есть число пытайтесь сохранить колобор. Все, у вас несоответствие типа приведения невозможных компиляторов не работают. Есть еще разные уровни ворлинг компилятора. Когда компилятор так и скомпилирует и запустит, но по каким-то причинам он считает, что тут возможны ошибки. Аннотанцы deprecated один из способов попасть, передать свое сообщение как бы в ворлинг. Она пишет, что deprecation метод стоп в классе thread был deprecation. Просто сообщает, что тут на всякий случай знаете. Что означает эта аннотация? Она находится где-то тут Java лангер. Java это такой официальный способ объявить в своем API, что вы хотите какую-то часть выкинув. Вы только собираетесь. Deprecated можно делать метод, можно делать конструктор, поле, локальную переменную, метод, пакет, параметр, класс. В данном случае авторы GDK показали, что метод стоп не рекомендуется к использованию, потому что возможно в какой-то очередной версии они его выбрасили. Это говорит о следующем. Было принято решение прямо в класс стоп добавили следующие четыре метода. Это все способы убить поток, убить поток, приостановить, запустить поток. Было принято решение из тех, что стоит нужно иметь API, которая просто раз и режет метод. Но потом они передумали, сами запретили собственные методы. Ну и в какой-то очередной версии GDK возможных выкинув. Java славится своей жуткой обратной совместимостью, и что бы они ни обещали, на сегодня по-моему ни один деприклей этот метод или класс не был выброшен. То есть если кто-то когда-то где-то умудрился написать полос используя этого класса, то в новых версиях GDK написали, что деприклей компилятор просто отвалит, но пока ничего из GDK не было выброшено. Потому что бояться грабить того человека, который 15 лет назад использовал честный метод. Сейчас он нечестный. Так вот. И Java приняли решение перейти в целом авторы GDK на мягкий. есть оба способа, но в целом решили, что хорошо бы, чтобы люди перешли на мягкий способ. Интерап. Это уже метод класса поток. Это мягкий способ, когда вы сообщаете другому потоку, что хорошо будет закончить свою работу. Итак, рассмотрим следующий ситуацию. Я из потока main стартую с red, который в бесконечном while true делает работу. Моя работа состоит из двух частей. Написать A, потом глупый цифр, написать B. Задача такая. Я хочу, чтобы этот поток прекратил свою работу, но при этом у меня бизнес-транзакция заключается в том, что если A написал, должен написать и B. То есть, например, AB, 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 это корректная история работ, AB, A, некорректно. он AB сделал, а в том сделал A, а если написал A, опять он сделает B. Это бизнес-трегование. Создал файл, должен удалить. Открыл файл, B. Создал файл, должен закрыть. Залагина со сайт должен разводительство. Мало ли зачем. Итак, метод DeStroy, он DePlicated, и, что более интересно, он вообще никогда не был реализован. Они его не выкинули. То есть, все, кто умудряется вызывать метод DeStroy, ход продолжает компилироваться. Они боятся трудно ручек. Да, что он не работает, да. Идея метода DeStroy была в том, что тот поток умирает вообще мгновенно. То есть, якобы мы обнаружили такую ситуацию, что она прекратила выполнение этого потока. Нечто такое в стиле с Бюссом Белесом, прямо шланг бензиновый отвалился, льется, и из заржалка летит, надо мгновенно остановиться. Проблема этого метода почему не реализован? Потому что оказалось, что он настолько мгновенно убивает тот поток, что тот поток, если захватил монитор, то он даже не отпускает монитор. Вот стоит почитать эту статью, они записывают проблему, что деприкейтинг я должен делать вместо строя стоп. Он сам в собор разговорит лично. Что делать если приходит продолжать? Вот интерапт, резюм. И спрашивают почему? Почему деприкейтинг? деприкейтинг? Дестрой под желатоку настолько мгновенно должен был умирать, что он даже не отпускал взятые мониторы. А это означало, что мы вообще всю систему могли привести в неконсистентное состояние. То есть он захватил блокировку и был внутри своего синхронайзер метода и что-то делал. И вот он сам мгновенно просто исчез. Настолько быстро, что монитор не заметил, что больше нет. Этот монитор никто не отпустит. Любой кто вызовет синхронайзер по этому методу попадает в блок и сет, но он никогда его не покинет, что блокировка навечно захвачена. Поэтому никак даже его реализована. Метод стоп. Метод стоп тоже деприкейтед, но он таки реализован. Но его проблема как раз вот в следующем. Оставил полуработы. А, Б, А, Б, А. Почти всегда буду оставлять полуработы, потому что я сделал здоровенный цикл, и этот поток большую часть времени находится в этом цикле. Я просто специально сделал, он пишет А, пишет Б, а он очень долго работает. Пишет А, пишет Б, очень долго работает. Вероятность что вызовем стоп ровно когда мы были А не так? Нет, наоборот. Он пишет Б, потом пишет А, работает, пишет Б, тут же опять пишет А, работает, пишет Б, тут же опять пишет А, то есть вероятность застать его как раз между двумя работами и убить, ну просто я сделал, чтобы статистически недостоверен. Если пишешь ему стоп, мы же не спрашиваем как он там поживает, мы просто шьем ему стоп, а в этот момент он находится в середине работы. Он умирает и выполнена половина работы. Нас допустим это не устраивает. Еще один может быть пример, например, когда вы работаете с клиентами, то есть вы пишете сайт и бизнес-аналитик проектирует собственно взаимодействие пользователя сайта, скажем так, крайне нежелательно чтобы были возможны истории, в которых пользователь не понял что произошло. Например, вы работаете с финансами, я отхожу к банкомату и оставляю карточку, я говорю хочу перевести куда-то какую-то сумму денег. Говорит да, 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 вы согласны, вот это ерунда, печатать людей, чек или люди печатают, свет выключается, а банкомате допустим есть пружинка, она воплевывает карточку, вот и стою с карточкой, я не понял, деньги сняли ли на банкомате, извините, сервис недоступен, нет цвета, все, я стою с карточкой, хорошо, что хотя бы стою с карточкой, но суть в том, что я не понимаю, сняли ли деньги, там, я платили или за что-то. То есть, мне сейчас, вообще говоря, нужно идти в отделение банка и желательно узнать, ну, если дело с деньгами, то что произошло, действие закончено, или на сайте тоже, это заключается в том, что вашу техподдержку постоянно начинают звонить и спрашивать, а что мы там, заказ произошел, деньги мы на холодильник перевели или нет. Желательно, чтобы с точки зрения пользователя, ну, туда, а написали, а б не написали. И пользователь, то есть, желательно всегда, как бы, транзакцию для пользователя заканчивает. В конце, наверное, написать на экране, либо деньги точно не были переведены по какой-то там причине, либо деньги точно были переведены. Пока он это не видит на экране, он не знает состояние. Как только ваша сайта сто тысяч пользователей, по службе поддержки происходит в тысячу звонков в день. Ваш стандарт группу, потому что денег не приносит, а у вас на целый полцент отвечает на вопрос. Итак, наша задача теперь так сделать, что с одной стороны мы могли убить этот поток, с другой стороны, чтобы он не был между А и Б. Конкретно метод стоп реализовали достаточно интересно. Метод стоп, то есть, решили сделать какой-то в любом случае, если я как-то убиваю тот поток, не так, деструю, убивал мгновенно. Возникло множество проблем, начиная от того, что он не отпускает монитор. Средстоп убивает как бы мягче. Вопрос, как он так убивает, что мониторы отпускаются. На самом деле, мы могли не объяснять, а просто написать, что он делает, ну, как это происходит. Но мы, как работает стоп, просто знаем. Когда я из одного потока вызываю метод стоп у другого потока, то в этот момент времени в нем возникает специальное исключение. Специальное исключение с реализации. это редко место, где нарушили соглашение наименований. Есть pluserror, его наследует thread-desk. Обычно, если что-то наследует error, оно заканчивается на error, stack-overflow-error, out-of-memory-error, exception, illegal argument exception, no pointer exception. Здесь я не нарушил собственную схему именования, но ладно. Если я делаю стоп, то в том-другом потоке возникает это exception и начинает лететь. И тот поток реагирует, как должен реагировать на exception. Если я написал синхронайзер по какой-то переменной и вот тут вылетел exception, то я вылетаю измеренно, правильно? Ну, как в тройке все работает. Собственно, вылетая по exception, я вылетаю из фигурных скобок синхронайзера. Когда я вылетаю из фигурных скобок синхронайзера, то я, собственно, блокировку отпускаю. Ну, а также, поскольку в том потоке включается нормальный механизм обработки исключений, то я полностью могу сказать, что там происходит. Из этого возникает идея, что я могу перехватить метод стоп и подавить. Поскольку я больше сейчас времени не нахожусь в этом цикле. Я могу делать вот так. Так вообще не делают. Мы сейчас просто лезем потрахаться. То есть A, B, A потом кинули exception, потому что я его кэшну, поразпечатал и пошел дальше. Вообще говоря, в этот механизм как бы влазить не надо. Просто они метод destroy не объяснили, как работает, и даже его не реализовали. Если не наобещали, как раньше реализовывать, поняли, что проблем слишком много. Тогда ему нужно получить более мягкий механизм. То есть я могу в другом потоке вызвать очень сильное исключение. Наследник Aurora, то есть вообще говоря, кэшку Aurora никто не ставит. но может поставить. У тебя поставил, уже остановили. Дальше, то есть чем более мягкий способ остановить тот поток, тем проще тому потоку вообще говоря справиться с исключением. Ну, в смысле проигнорировать мою просьбу. Так, давайте маленький перерыв и продолжим.